На питонной площадке вертолет с пострадавшими встречает шесть скорых. Людей быстро переправляют в краевую больницу. Двое в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Их необходимо передать в руки врачей как можно быстрее. Еще четверых привезут вторым бортом. По последним данным спасено 8 человек из 16 находившихся на борту вертолета Ми-8, вылетевшего утром 12 августа по маршруту Николаевка-Курильское озеро Ходутка. Ранее Краевой Минздрав заявил о готовности принять пострадавших. Приведена в готовность краевая больница, развернутые дополнительные места в травматологическом отделении, реанимационное отделение тоже приведено в готовность. Кроме того, Озерновская районная больница направлена на место происшествия две бригады медицинских работников. Утром на Курильском озере был туман. Тем не менее, борт 24-744 вылетел на маршрут. Приземлиться на берегу вертолету не удалось. Что стало причиной жесткой посадки на воду, выяснит следствие. Заведено уголовное дело. Ми-8 сейчас находится на глубине около 100 метров. Прокуратура Камчатского края организовала проверку исполнения законодательства об оказании туристских услуг в связи с авиапроисшествием на Курильском озере. В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия. Проверка проводится во взаимодействии с Камчатской транспортной прокуратурой, которая проверяет соблюдение законодательства в сфере безопасности полета. На место крушения незамедлительно вылетели спасатели, санавиация и губернатор края Владимир Солодов. Под его руководством создан оперативный штаб по ликвидации последствий жесткой посадки вертолета Ми-8. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция по факту авиапроисшествия, которое произошло сегодня утром на Курильском озере. Подготовлены все необходимые медицинские службы, которые доставят пострадавших в необходимые медицинские учреждения, где им окажут необходимую помощь. Поисково-спасательная операция продолжается. На Камчатке открыта круглосуточная горячая линия для родственников пассажиров, которые находились на борту вертолета Ми-8. По нему граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также получить психологическую помощь. Телефон горячей линии будет работать круглосуточно.